Тимур Сержанов На совещании президент по развитию транспорта транзитного потенциала страны поручил провести трансформацию компании Хасан Тимуржола. Как представляется эта трансформация? Какие изменения должны быть в процессах госкомпании? Конечно, президент дал конкретные поручения по трансформации компании, по увеличению логистических возможностей компании. И сейчас компания, министерство работает над этим поручением. Я думаю, более конкретно, более детально эти все планы мы разработаем и представим на утверждение, в том числе и предоставим общественности. Потому что все должны знать, как будет развиваться Казахстан Тимуржола, как транспортная компания, логистическая, в каком направлении, какие будут компетенции. Конечно же, в первую очередь, я думаю, президентам правильно поставленные задачи это максимальное удовлетворение экспортных перевозок грузов. То есть компания должна продолжать оставаться главным поставщиком наших товаров, продукции наших предприятий за рубеж на экспорт. Это в первую очередь. И, конечно же, развивать компетенции в логистике, это увеличивать транзитные перевозки, искать новые альтернативные маршруты, помогать нашим экспортным предприятиям, осваивать новые регионы. Потому что сейчас, в связи с изменением геополитической ситуации, многие традиционные маршруты перевозок, они меняются. Где-то вообще остановились, где-то произошли большие удорожания, возникли препятствия перевозки грузов. И, конечно же, тяжело, в первую очередь, нашим грузоправителям быстро найти рынки сбыта и пути транспортировки своих товаров. Поэтому в этом, конечно, наверное, правильная задача ставится перед компанией «Казахстан тема жила» – развивать логистику, искать новые альтернативные пути. Ну и, конечно же, будут новые компетенции, наверное, даны компании в части принятия решения, в части увеличения или усиления партнерства с нашими соседями, соседями международными администрациями, транспортными организациями, предприятиями и так далее. То есть большой комплекс мер, в том числе и развитие получит наши порты на Каспии, наверное, и увеличится флот. То есть все компетенции, начиная от стыков, границ, терминалов и внутри Казахстана, и далее за пределами Казахстана, это все, скорее всего, получит развитие. И мы это все вопросы проработаем, после этого будем готовы. Ну, в целом, вот развитие, в принципе, транспортно-логистического направления, транзитного потенциала страны, это ведь все делается для того, в том числе, чтобы страна могла зарабатывать. Другой вопрос. А вот вы какие видите, может быть, сложности, над которыми, в первую очередь, нужно работать, с которыми нужно распрощаться, в части строительства новых дорог? То есть есть задача, как ее достигать? Может быть, здесь построение новых, ну, скажем так, новых поездов, что ли, да, новых вагонов? Вот как это выглядит на практике для обывателя? Ну, конечно же. Если смотреть с точки зрения строительства железнодорожных путей, усиление пропускной способности, то, в принципе, у нас традиционный маршрут на Китай, доступ к Майнты, мы его уже несколько лет прорабатываем с тем, чтобы нарастить там провозную и пропускную мощность, и достаточную, которая должна быть достаточной для того, чтобы перевозить предъявляемые грузы. В то же время предъявляемый поток уже требует новых точек перевозки, новых точек передачи грузов. Вот как президент тоже озвучил установку, это Аягус-Бахты, третий стык с Китаем, который уже сейчас напрашивается, с новыми объемами перевозок. Мы заинтересованы в этом и российская сторона. Российская сторона уже как бы заявляет полную готовность к поддержке этого маршрута. Китайские коллеги с прошлого года тоже периодически поднимают этот вопрос. То есть строительство, наверное, вот этих новых стыковых пунктов, усиление провозной мощности – это одно направление. Второе, вы правильно заметили, что нужно сделать. Мы видим, что уже второй-третий год активно это нужно контейнеризировать. То есть контейнеризация максимально позволяет доставить груз в любую точку мира. И наши зарубежные партнеры, это не только железнодорожники, это логистические компании, и автомобилисты, и морские перевозчики, они все понимают контейнер. Вот для них контейнер понятно. А как навалочные грузы, наливные в таких этих, они это не понимают. Сложно. Сложно, да. Поэтому контейнеризация, которую поддерживает и правительство, и есть, я знаю, планы строительства, производства контейнеров и в Казахстане. И то, что наши клиенты, первую очередь, крупные грузоотправители, даже зерно, сейчас у нас максимально переводится в Китай в контейнерах. То есть клиенты тоже на это переходят. И это, конечно, создает определенные трудности на начальном этапе, но в дальнейшем это мировой, будем сказать, тренд. Это условия будущего, да? Да, да. Скажите, пожалуйста, вот строительство железнодорожной линии в обход города Алматы, да, здесь очень важный момент. В чем его основная задача и самое главное, в какой срок будет реализован данный проект? Железнодорожная линия в обход Алматы есть проект у нас с 2014 года, но как бы не хватило на тот момент финансов. Вообще этот проект, он и зеркально продолжает Алтынкольн-Жетеген и Жетеген-Хазбек-Бек, то есть в обход Алматы вот этот транзитный поток, он, во-первых, быстрее будет проходить. Мы посчитали, порядка на сутки ускоряется проход, потому что в Алмате Алматинский узел перегружен. Перегружена, да, мегаполис перегружена и вообще подходы к Алмате, поэтому это будет, во-первых, ускорение транзитного груза, во-вторых, это алматинские грузы, которые распределяются в этом мегаполисе, они быстрее будут приходить, быстрее будут уходить, то есть они не будут друг другу мешать. Ну и, конечно же, эта экологическая обстановка в городе улучшится, потому что большое количество поездов будет проходить мимо Алматы по электроходу, а сейчас вот от Алматы в сторону Жетегена тепловозный ход. А сейчас эти тепловозы, конечно, влияют на экологию, поэтому я думаю, во всех отношениях это очень такой хороший, нужный проект. По нашим планам мы хотим в следующем году провести оздоровление или проектно-смертную документацию обновить, и если будет решен вопрос с финансированием, то в следующем году приступить и там за полтора-два года построить это. Все-таки прогнозирование это два года? Да, два года. От начала, да? От начала. Естественно, для любой из этих направлений необходим, ну так называемый локомотивный парк, да? И здесь вот мы видим много, ну достаточное количество, да, новых электровозов, вагонов. Ну все-таки я, например, ездил на плацкарте Павлодар, но вернулся, скажем, лет на 15 назад. Вот когда же этот вопрос решится? Это же очень важно. Вот тут два вопроса. Первый – это локомотивный парк. Действительно, мы признаем, что он недостаточен на вот этот быстрый рост грузооборота. В прошлом году грузооборот, он достиг исторического максимума вот за годы независимости Казахстана. И в этом году мы уже видим, что идет небольшое увеличение даже к прошлому году. В этом году мы еще больше должны достичь, и мы к этому готовы и будем его осваивать. Просто, к сожалению, в середине 2010-2013-15 годах, когда были приняты законы о допуске частных перевозчиков, тогда бытовало мнение, что часть-частные перевозчики зайдут своими локомотивами и будут возить. Поэтому, железнодорожные, КТЖ, вы занимаетесь инфраструктурой. И как бы были основные проекты на развитие инфраструктуры. И мы где-то 3-4 года потеряли по закупу локомотивов. Сейчас это, конечно, восстанавливаем. 50-70 локомотивов в год мы сейчас уже покупаем. И, я думаю, в ближайшие 2-3 года, конечно, с помощью правительства, мы вот этот дефицит локомотивного парка должны восстановить. Что касается пассажирским вагонам, здесь действительно ситуация немножко другая. В свое время был хороший план закупа поставки вагонов в Тальго. Мы их здесь освоили, выпуск. Должны были свыше тысячи их поставить, собрать здесь, в Казахстане. Собрали пока 670, но еще 62 будет собрано, 730 будет всего этих вагонов. И на этом это производство остановилось. Сейчас у нас проведен тендер на поставку новых пассажирских вагонов. Выиграла компания Штадлер швейцарская. Сейчас идут переговоры по условиям заключения договора. И мы надеемся, что в конце 2024 года мы увидим уже новые вагоны. И тогда они начнут их, согласно графику, поставлять до 2029 года. И значительный парк свыше 500 вагонов будет нового. Но все-таки, если это швейцарская компания, о собственном производстве говорить пока не приходится. Или я что-то неправильно понял? Да, это будет сборка здесь. Но они обещают локализацию. Минимум 35%. Максимум, как пойдет производство. И причем эта компания Штадлер, она как бы флагманская компания Швейцарии. И на нее смотрят другие предприятия. Если у них получится в Казахстане начать эту сборку и войти к нам в Казахстан, то, конечно, за ней потянутся другие швейцарские компании, новые технологии. И мы надеемся, что это приведет вообще к большому мультипликативному эффекту. Вот вчера здесь же я просто разговаривал с вице-министром МИР, Министерства индустрии и инфраструктурного развития. И мы говорили также о локализации, то есть о возможности казахстанского бизнеса предложения наукоемких проектов. Ну, может быть, если вы говорите 35% минимум, то наверняка это и от бизнеса казахстанского зависит. Если условно, я даже могу сказать, чехлы для дивандеков, то уж точно мы можем сделать здесь как минимум. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень важный, конечно, в принципе, в мире вопрос транспортировки нефтепродуктов. И рассматриваются ли сейчас новые пути транспортировки основных нефтепродуктов через железную дорогу? Если да, то какой объем данных нефтепродуктов перевозился, чтобы можно было спрогнозировать, что можно считать ростом? Ну, по статистике, последние годы мы практически не перевозили нефть, потому что она вся ушла в трубу. Но сейчас вот в связи с последними событиями, конечно, ТШО, нефтяники, они ищут новые пути. Но мы тоже как бы им помогаем по мере возможности. Но здесь ситуация такова, что цистерн компании нет, цистерн на рынке, в принципе, их достаточно. Ну, просто нужно найти новые пути, как их, маршрут, как их перевозить. Мы готовы через октавпорт везти, есть там мощности, есть сухопутное через Россию, но, может быть, еще другие направления. Тут уже зависит, как нефтяники нам дадут вектор, куда направление двигаться. Но пока у нас таких, скажу, наработок перевозки нефти последние годы нет. Ну, и запросов пока у вас не было. Недавно была запущена такая платформа, сервис, что ли, да, железнодорожных перевозок по иранскому направлению. И вот в данном направлении, продолжая тему, в том числе и нефтепродуктов, о каком росте мы можем сейчас говорить и что мы наблюдаем, то есть как развивается это направление? Ну, хочу отметить, что иранское направление действительно, оно сейчас такое новое. И причем это направление хотят осваивать и российские грузоотправители, российские железнодорожники. Мы уже запустили второй, третий контейнерный пояс, россияне пропустили контейнерный пояс через Казахстан. То есть в этом направлении движение и есть. И иранские железнодорожники, и правительство тоже заинтересованы в том, чтобы принимать грузы, пропускать грузы через себя. Я думаю, это перспективное направление, но будет зависеть, во многом сейчас она зависит от самих грузоотправителей и грузополучателей. Потому что эта страна находится под санкциями и грузополучатели в основном, они пока не так активно ведут работу в этом направлении. Пока еще есть, ну, видим осторожность. А в чем причина, как вы думаете? Они боятся попасть, по-моему, под вторичные санкции. Поэтому вот есть такая осторожность. А в целом, скажем, железнодорожники и Казахстана, и Ирана, и Туркменистана мы готовы. И наши, как скажем, порты тоже готовы к перевозке грузов. Активно прорабатываем, есть взаимодействие, понимание иранской стороной. Но тут пока есть вопрос санкций. Вот все-таки с развитием, казалось бы, как это связано, да, с развитием IT-технологии, перевозки увеличились в разы. И, естественно, это такой интеграционный процесс, мимо которого не пройдешь. Поэтому думается, что, надеюсь, что и в этом направлении будут какие-то подвижки. В завершение, знаете, во-первых, большое спасибо, что вы нашли время и пришли на программу. Не частые гости с вашей организацией, и поэтому не могу не задать этот вопрос. Вот с учетом обновления парка, локомотивного, парка вагонов, в ближайшее время все в принципе подразумевается. Впрямую спрошу, не повысятся ли цены на пассажирские перевозки. Я отхожу от темы, но это очень важно. Ну, сейчас уже, будем так говорить, мы уже во втором полугодии, и те разрешения, которые мы имели, возможности повысить тарифы, они уже, можно сказать, прошли для пассажирских перевозок. Для грузовых мы хотим, подали заявку на то, чтобы на экспорт повысить тариф, потому что мы видим, цены возросли, и для наших экспортеров сейчас очень хорошая пара. Но наши тарифы остаются неизменными, поэтому по грузовым перевозкам подали заявку, мы надеемся. Там тоже, по-моему, снижение какое-то было? Снижение не было, но такого роста не было. В этом году вообще КТЖ грузовым перевозкам не дали повысить тарифы, не было разрешения, поэтому только мы на инфраструктуру повысили на 5%, все. Хотя предварительно было согласовано повышение и на перевозчика. Национальный перевозчик, вот сейчас мы надеемся, что с августа месяца нам разрешат повышение. По пассажирским перевозкам сейчас внедрена полностью система динамического ценообразования. То есть, если вы покупаете за 45 суток минус 25 от базовой стоимости билетов, ближе к дате поездки, конечно же, стоимость возрастает. Поэтому стоимость уже дальше расти не будет, как она есть, так и есть. Единственное, я понимаю вас как потребителя, что вот стоимость, стоимость. При этом никто не спрашивает и не задается вопросом, а почему люди говорят дефицит вагонов, дефицит мест. Почему дефицит? Потому что вот все время у нас государство все-таки сдерживало цену, не давало роста, и тем самым мы не могли вовремя обновить пассажирский парк. На развитие. На развитие. Потому что вот если по локомотивам, я сказал, другая ситуация, там чисто от производства компаний. Мы видим, что мы их покупая, локомотивы, они у нас, скажем так, потом приносят доход, приносят доход, прибыль и так далее. По пассажирским, нет. Пассажирские перевозки, к сожалению, убыточные. Это резонно. И я вас как журналист, да и как бизнесмен прекрасно понимаю, но как пассажир и потребитель не хочу принимать этой логики. Спасибо вам большое, что нашли время, а очень надеюсь, что еще увидимся в нашем программе. Успехов. Спасибо. Это была программа интервью. Меня зовут Тимур Сержанов. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...